и снова всем привет на канале олег нестеров брест сегодня мы продолжим свой ремонт вернее не продолжим тойоту дверку мы чуть-чуть отложим потому что не хотим пылить в гараже как бы трем на сухую на улице но все равно гараж не охота пылить потому что приехала сегодня к нам вот машинка из германии там нужно будет сделать немножечко крышу то есть это я покажу ну и как бы с утра для заряда бодрого и хорошего настроения анекдот ну анекдот такой тоже бородатый дядя Олежа других не знает ну дядя Олежа смешные анекдоты знает даже с они бородатые короче мама уходит на работу ну получилось так что дочку маленькую там четыре годика надо оставить дома говорит доча я быстренько схожу на работу там документы подпишу а ты посиди дома только смотри никому не открывай кто бы не пришел ну тебя хорошо мама мама ушла только вышла мы блин дай-ка проверю откроет не откроет да а то ну чтобы душу успокоить ну и подходит к двери стучит доча подходит кто там мама такая это газовики откройте пауза секунд пять пауза и за двери басом пошли в жопу мы углем топим вот такое они да еще вчера такой вопрос возник говорят дядя Олежа наглянец все положил не переживайте я вас все время учу наглянец сложить нельзя и дядя Олежа не такой дурик чтобы положить все наглянец все было сначала все когда мы выпрямили потом все мы обработали сто двадцатой шкурочкой еще натерли набили риску также и на эти плоскости ну тут чуть-чуть вот попало наглянец сверху но это все будет убираться то есть тут немножко неаккуратно сделали а основная масса лежит не на глянце смотрите внимательно то есть для тех кто для новичков перед тем как наложить шпаклевку поверхность обрабатываем шкуркой ну сто двадцать обычная чтобы у нас была лучшая адгезия материала то есть при липании так что запомните правило что шпаклевка краска любые материалы какие вы наносите наносятся на замотованную поверхность даже если вы допустим вот такой металлической щеткой зачистили до металла риску все равно нужно набивать сто двадцатой хотя бы шкурочкой для лучшей адгезии потому что таким кругом вы не только зачищаете металл но и делаете его зеркальным гладким то есть нашлифованным к такому металлу материал может не прилипнуть то есть ну это мы усвоили да и на сегодня как бы придется нам с этой машинкой завязать мы в другой гараж отгоним то есть хозяина мы предупредили что такое форс-мажор как бы машины которые у нас идут транзитом к нам да это германия там и другие страны а обычно если она вот сегодня пригналась завтра в десять она должна уехать неважно что там с ней ну максимум два дня если уж очень большой ремонт то есть ну там у нас сегодня небольшой ремонт сейчас вам покажу ну как бы вот здесь видно небольшая вмятинка вмятинку мы вытягивать обратно молотком не будем она не значительно не хотим тут не сваркой ничем пользоваться короче и будем красить вот лаком сюда заходить здесь заматуем все двухтысячкой обклеим поролончиком чтобы потом переходик у нас хорошо убрался и покрасить крыша уже покрашенная несмотря что машинка свеженькая ну как то так будем продолжать да Толя да да так я не понял что я опять в гараже ночую сегодня ну сейчас мы немножко мысленно соберемся и загоним ее конкурс продолжается немножко из заслета мы конкурс двинем то есть будут приниматься до двадцатого числа конкурсные видео конкурсные фотоотчеты присылайте то есть все это дядя Олежа в кучку соберет и наверное обработает двадцать пятого наверное мы будем выкладывать откроем конкурс и десять дней он будет длиться пять дней на ютубе наверное и пять дней на сайте так что как то вот так по слету завтра я уже ну если вы смотрите это видео уже сегодня во вторник я еду к Денису к Денису к Максиму и сниму все это потом сниму обращение к женам так что по слету следите будет видео отдельным дневником то есть папочки дневник ну или последних добавленных увидите так что по слету все это будет у нас организовано следите за новостями ну а мы приступим сейчас загоним машинку здесь вот у нас откололось до металла и уже жучок здесь то вот нет то есть жучок мы сейчас снимем болгарочкой и и и и на и на на там и я все говорят что это von вот щелк Jacob что здесь понятно сейчас вот мы обработали машинкой да вычистили вот как видно уже была шпаклевочка мы убрали этот слой сейчас мы размоем гранички и видите как у нас вышлифовывается металл то есть вот это надо набить здесь рисочку 120 на 120 мы будем набивать больше рисочку потому что мы шпаклевать будем в этом месте тут маленькая есть мятинка но вытягивать мы не будем не будем тревожить металл она не такая большая и зашпаклюем вот эти гранички нужно размывать чтобы они были гладенькие чтобы не было граничек иначе они могут показать вам просадочку вручную вот так вот зачистим многие говорят нужной орбиталкой но если вы сделаете риску как бы ровненькую можно и без орбиталочки все это вручную можно главное чтобы вот эти краешки у вас были без порогов то есть ровненькие краешки 120 натираем вот до такой степени натерли чтобы здесь было все гладенько и как видите я с запасиком ушел чтобы дальнейшего у нас тут не было геморроя и тереть мы будем с водичкой сейчас мы это покроем тонким тонким слоем эпоксидного грунта обезжириваем обезжиривателем дай только покажу не путайте растворителем обезжиривать нельзя вот я обезжириваю антисиликоном то есть и даем немножко выветрится вот такой я беру спектра сейчас мы покроем им металл чуть-чуть стравливаем сторону просто закрываем металл не даем как бы грунту даем самому высохнуть свой у нас тоненький сохнуть он будет минус 20 потом уже можно будет подсушить его ей веном сейчас слой у нас хватится такой экспресс ремонт свой машина должна утром улет вот сейчас немножко у нас как бы подсох вернее немножко мы хорошо вышли хорошо нужно сушить эпоксидный грунт берем шкурочку номер 240 и и шкурочкой убираем вот эти гранички немножко я сделал и замотовываем большую поверхность которую будем ремонтировать больше заходим чтобы шпаклевочка у вас потом не попала на глянцевую поверхность у меня в прошлом видео получилось что люди подумали что я на глянец наложил делаем большую висточку так то есть вот мы замотовали всю поверхность и сейчас будем накладывать шпаклевочку сейчас дядя толя посушит от водички да дядя толя да 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 ну возьми пирожок сколько молодец кормилисты то есть я развела вот такую шпаклевочку со стекловолокном и подержи который сначала накладываю то есть пытаюсь все вот это вот чтобы у меня не было воздуха дай заложить и шпателем который у меня чуть подлиннее стягиваю все это дело так вот прислоняю большим углом и провожу протаскиваю то есть организуются поры небольшие пробуем их убрать то есть второй раз протягиваем и еще разок так насколько возможно у нас как бы мы затянули основу сделали сейчас мы уберем двести двести сороковой шкурочкой тут у нас тонкий слой двести сороковочкой убираем и универсалочкой сверху проходит то есть не надо тут особого фанатизма вот так вот это выглядит как видите ямочку мы заложили особого фанатизма ну поры то есть стекловолокно оно имеет такую структуру то есть на ней есть поры но она у нас типа подложечки и арматуры будет так что это мы сейчас затрем и сверху мы уже переложим универсалочкой как я вам и сказал ну теперь у нас как бы подсохло и мы можем смело тереть двести сороковой шкурочкой стрем так же крест на крест когда у вас небольшие плоскости можно немножко круговыми движениями стирать стрем двести сороковой шкурочкой потому что слой у нас тут очень маленький затрется он быстро не торопясь стираем вот до такой степени чтобы у вас гранички тут сходили на нет чтобы порожков не было ну и как видите вот здесь у нас образовались еще порки то есть эти порки мы сейчас переложим еще раз ну второй слой у нас уже будет как бы почти завершающий да может мы еще одной финишкой пройдем поэтому мы берем шпаклевочку вот такую универсальную шпаклевочку вот такую универсальную шпаклевочку и перекладываем вторым слоем хорошо вымешиваем шпаклевочку и так же сначала наносим чтобы воздух выпустить наносим прижимая шпатель и теперь уже вот так вот как бы мы сверху положили и сейчас все это мы утянем берем так же шпатель прикладываем наклоняем то есть угол как можно тупее чтобы был и пару раз стягиваем и проходим да все равно тут быстрее да угол острее все как бы вот мы утянули и сейчас уже у нас плоскость как бы выровнена маяк набит сейчас мы это двести сороковочкой стираем и заделаем только поры уже ну а погода снова разыгралась снова солнышко лето не уходит ну и как можно сказать вот позавчера мы терли взяли то ли рубаночком да на сухую на улице одежду не отстирать все как с мукомольного завода представляете какая фигня в гараже вот многие спрашивают почему вы трете на мокрую вот именно поэтому мы и трем на мокрую что очень много пыли собирается она забивается везде то есть в гараже на сухую тереть не вариант вариант конечно если вы просто готовите машину если вы красить в этом гараже не будете то вариант можно и на сухую поработать то что в машине забивается там везде это как бы я уже не обращаю внимание в машине тоже во все под все резиночки под всю ерунду забивается это все то есть так что тут выбор за вами на сухую тереть или на мокрую дело в том что вот сейчас как мы трем да сейчас мы трем на мокрую мы перекрыли металл фоксидным грунтом так что ничего вода туда не проникнет по любасу это одно если кто боится что металл будет ржавее во вторых мы себе обеспечиваем чистый гараж не пыльный который мы еще потом обработаем водичкой смочим и у нас будет меньше пыли она будет а пыл сядет по любому надо будет полировать потому что тумана пыла собирается он потом садится краска немножко мутноватая становится такие вещи надо будет сполировать по любасу но пыли будет гораздо меньше если мы будем тереть на мокрую так что выбор тут за вами я никого не агитирую водой тереть да технология как бы говорит о том что не нужно с водой тереть но если аккуратно то можно как бы на красный свет тоже перебегать нельзя да но если нету машин можно и пробежать много правил которые в любом правиле есть свои исключения так что вот этими исключениями мы пользуемся свою пользу чтобы сэкономить время чтобы качеством сыграть качество было лучше чтобы да то есть не знаю 21 скоро 22 года я занимаюсь этими вещами тру с водой постоянно и ну иногда на сухую и никаких проблем не было с водой так что не надо писать что и спорить со мной что олег с водой нельзя я остаюсь при своем мнении я все время работал с водой я буду работать с водой и у меня это работает если у вас не получается с водой тереть если у вас такие косяки значит вы не умеете работать с водой вот и все значит работаете на сухую это я говорю супер мастерам начинающие не знаю все работают с водой все выбрали этот способ и многие многие то есть ну выбор все равно за вами я никому руки не ломаю я никого не заставляю с водой тереть у меня получается вот такой я волшебник шпаклевочку смотрите дайте ей сначала самой просохнуть чуть-чуть если у вас прохладно в гараже но у нас просто времени мало 10-15 минут чтобы она сама вошла в реакцию можете ее рукой потрогать она будет чуть теплая только после этого сушите феном заранее феном ну сразу феном лучше не сушите потому что образуется корочка сверху а внизу не подсохнет то же самое и с эпоксидным грунтом эпоксидный грунт должен высохнуть сам свой небольшой сохнет он быстро когда он уже просох только тогда можете чуть-чуть либо инфракрасной лампой либо чуть-чуть феном подсушить но основную массу чтобы он высох сам минут сорок дайте ему просохнуть скажи-ка, бядя ведь недавно Москва спаленная пожаром французов было да были люди в наше время не то что нынешнее время богатыри не мы ну и скоро будет известно уже привет скоро будет известно уже сумма которая потребуется на слет мы с дядей Толей приглашаем всех да с семьями с детьми много людей будет с семьями с детишками детишками мы найдем чтобы дети знали Брестскую крепость не забывали обязательно о Брестской крепости будем будет памятный вымпел это уже ладно секрет скажу памятный вымпел будет с нашими логотипами с логотипом с первой слет гаражников то есть логотип ну вымпел уже красивый уже я смотрел Артем Юров разрабатывает все наши логотипы спасибо Артем тебе большое ты молодец то есть поправляет поправочки вносит я одабриваю то есть ну красивый вымпел это будет единственный вымпел их будет вот на каждого участника да то есть единственная память больше нигде таких вымпелов не будет выпускаться они больше не будут с личным автографом дяди Толи и дядя Олежий да дядя Толя обязательно очень будем рады видеть всех здесь у нас обещаем праздник будет грандиозный так что ждите видео скоро объявим мы цену и уже народ подобьет деньги подобьет отпуска праздник будет шикарный ну и шило начало начиная с начала снова затираем двести сороковочкой как бы соблюдаем вот от ровного идем чтобы держим плоскость крыши чтобы она у нас потихоньку выходила на шпаклевочку то есть крестовыми движениями не торопятся ну и закладываем поры то есть тут большой шпатель нам уже не нужен тут мы уже справимся и таким потому что плоскость у нас выровнена единственное что нам нужно убрать поры вот в принципе то и все сейчас замоем этот слой также двести сороковочкой уже не буду показывать и загрунтуем все это дело и как говорят поляки не бздите пани все будет добре вот таки пироги мы снова уже замываем последний слой тоже двести сороковой шкурочки вот шкурочка двести сорок тут уже можно круговыми движениями как бы плоскость у нас выровнена замываем машину как бы мы делаем быстро поэтому для того чтобы не было просадочки я всегда перестраховываюсь и вот эти места где будем грунтовать потому что грунт потом все равно усядется я замываю восьмисотой шкурочкой где буду грунтовать как бы это избавит нас от царапин глубоких да то есть грунт уже так далеко не просядет как бы это лично я так делаю не заставляю никого так делать просто чтобы мы не даем на усадку много времени грунту и чтобы он уже далеко потом не усел ну вот мы уже загрунтовали и оставляем минут на сорок сохнуть потом еще подсушим и замоем всю крышу замывать мы будем тысячной шкуркой всю мотовать под лак потому что крышу мы будем красить под лак как бы нам нужно к утру и отдать точно неизвестно сумеем мы переходом покрасить или нет мы перестрахуемся завалим полностью крышу лаком то есть нам будет проще просто отполировать крышу и все а не мучиться с этими переходами то есть если бы это было где-то на тоненьком кантике то мы бы сделали переходом то есть когда мы делали на сотой аудюхе да на всю крышу делали переход как бы мы знали что если не получится мы можем переделать здесь у нас такого варианта нету как бы есть но не стоит этого делать то есть мы ее завалим лаком полностью сейчас она у нас сохнет дядя Оляжа до дома поедет сгоняет и продум ну как бы крышу мы замыли двухтысячкой но еще есть небольшие проплешинки и я боюсь все таки что хо крыша была полированная поэтому сейчас я налил сюда обезжириватель и с помощью обезжиривателя и скотч братья постараюсь по максимальной затереть ну и начинаем готовить гараж это я уже показывал в нескольких роликах беру обычный бараночный пистолет и огреваем все они подняться надежда подняться и подняться подняться ну и мы машину выгоняли на улицу сейчас даем ей нагреться чтобы металл был теплый еще раз сейчас мы все обезжирим чуть-чуть протрем и обклеим клеивать будем вот здесь поролончиком для проема чтобы потом у нас здесь не было резкой гранички для переходика ну и клеем вот такая штучка есть посмотрите может кто не видел новоловской линии вот так она выглядит в улочке для то есть это для того чтобы покрасить проемы но мы это будем использовать для переходика одна сторона тут клейкая сейчас я вам так покажу и вот так вот приклеиваем сильно не натягиваем чтобы она потом обратно не стянулась это нам позволит избежать резкого перехода ну и с той стороны аналогично для надежности скотчем мы еще сделаем контрольный чтобы никуда она у нас не делать обклеиваем гранички обклеиваем стекло тут мы наклеили скотч чтобы сейчас накроем все пленочкой и потом обрежем сколько нам надо чтобы у нас осталось только крыша открытая вот таким образом мы накрыли всю машину пакетом теперь по нашему скотчу обрезаем вот так скотч не даст нам поранить машину как говорится и убираем лишнее таким образом эту часть обклеиваем то есть приклеиваем чтобы у нас скотч не отваливался еще важный момент если вы еще не красили скотчем не пленкой не стоит обклеивать рядом с теми местами где вы будете красить потому что если вы не на опыте вы можете сюда попадает краска и вы можете сдуть на окрашиваем поверхность потому что краска на пленке плохо держится лучше обклеить вот так в ширину газеты газетами по кругу обклеили а потом уже можете и пленкой то есть так будет лучше газета впитает краску и не даст ей отлететь теперь после того как мы все оклеили обезжирили берем антистатическую салфеточку и вот так в одну сторону убираем пыль которая может быть здесь могла образоваться все-таки это гараж надо постоянно за этим следить вот мы его и обработали водой все равно а пыл надо убирать как бы пыли нету но одежду сразу обдувайте с пистолета ну и сейчас я покажу пока как нанести красочку краски у меня 100 грамм краску я буду наносить забью это место а на крышу раскидаю на сколько хватит заранее отрегулировал пистолет не стараемся сразу закрасить сначала сделали на пыльчик и здесь краска густовато но разбавлять или не буду и делаем перерыв и когда краска у вас подсохла для более лучшего эффекта только смотрите чтобы краска высохла убираем вот этот опыл который мог собраться здесь дать легкими движениями не нажимаем опыл сам уберется то есть пока мы в рабочей зоне опыл уберем вот как можно видеть сколько остается опыла то есть его нужно будет убрать чтобы не переливался металлик то есть не так как надо чтобы он у вас лежал в одной стороне то есть все это тщательно убираем и у вас будет все красиво вот как можно увидеть сколько собирается наверху у нас лежит ну и еще наносим слой обязательно спрыснули сначала пистолет чтобы он у вас не харкнул еще подсушиваем и пройдем по всей крыше потом стираю переворачиваем салфеточку снова убираем опыл опыла много получается хорошо убираем каждый раз ну и сейчас уже одену масочку потому что чуть подольше придется закидаем сколько хватит краски подсушиваем вот потом проверить скорость набора вот 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 И еще важный момент. Краску, когда вы красите, не доходим до губки. Чтобы вы потом могли, вот, не знаю, тут не видно, чтобы у нас там оставалось матовое место без краски. Чтобы потом у нас не было гранички краски. То есть красочкой не доходим. Так слегонца задуваем, а потом уже будем перекладывать. То есть ждем, когда выстенет крыша, убираем опыл и кроем лаком. Лаком уже не буду показывать, потому что очень сильно опыл стоит. И, то есть дверь неохота открывать. Ну вот, как-то так. Ну, а на сегодня все! Как бы покрасили, поехали отдыхать. И напоследок, как всегда, анекдот. Два друга встречаются. Один говорит, вот, вчера дочку возил в зоопарк козла показать. Ну, зачем? Да чтоб знала, как он выглядит. А то она представляется только со слов матери. Вот такой анекдот. На сегодня мы с вами прощаемся. Ждите следующих видео. Завтра я оглашу цену нашего мероприятия, в котором будет все включено, как в лучших домах. Так что ждите. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем добра и бабла, правильно? До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok